Ноябрь 2015 года. По просьбе Александра Прокопьева в Бийск приехал олимпийский чемпион по хоккею, звезда мирового спорта Владислав Третьяк. Кумир миллионов по достоинству оценил успехи бийских хоккеистов и заявил, чтобы дальше развивать этот вид спорта, необходима современная инфраструктура. Началось все с малого. Благодаря фонду социального содействия Александра Прокопьева была проведена масштабная реконструкция хоккейной коробки НАБЭ. Здесь уложили новое асфальтовое покрытие. Появились трибуны, борта, ворота, табло. Однако заниматься на естественном льду всего 4 месяца в году этого недостаточно. Сегодня городу нужен ледовый дворец. Чтобы оттачивать свое мастерство, фигуристы и хоккеисты могли не только зимой, но и летом. Пришло время и откладывать дальше уже больше некуда. Я считаю, что это необходимая такая инфраструктура, которая должна быть в городе. Построить объект планируется рядом с городским дворцом культуры, на месте, где сейчас находится стадион «Прогресс». Вопрос с приобретением разрушенного спортивного сооружения уже решен. Выделены 20 миллионов 800 тысяч рублей на выкуп стадиона «Прогресс». То есть процесс формирования нового спортивного комплекса, по сути дела, запущен. Ледовый дворец – проект для Бийска долгожданный. О нем говорят последние 10 лет. И только сейчас от пустых разговоров перешли к реальным делам. У Наукограда есть все шансы на то, чтобы исполнить мечты бийских фигуристов и хоккеистов. Мы, наверное, вот так скрестим пальцы, чтобы через какое-то время уже объект появился. Не будем говорить сейчас о том, что все это произойдет. Но мы очень близки уже к тому историческому моменту, когда мы это должны получить. Сразу после совещания в город-администрации участники отправились на стадион «Прогресс», где, возможно, уже в скором времени в рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни» начнется большая спортивная стройка. Я думаю, что строительство такого инфраструктурного объекта – это действительно прогресс. Проект будущего спортивного центра уже имеется. Он даже прошел государственную экспертизу. Ледовый дворец будет серьезным подспорьем для того, чтобы выращивать действительно по-настоящему серьезных спортсменов и воспитывать детей, которые будут побеждать на самых крупных турнирах и в России, и за ее пределами. Трибуны Ледового дворца рассчитаны на 250 человек. Также здесь будет два больших спортивных зала, буфет-столовая. Не забыли разработчики и о маломобильных гражданах. Для них обустроят пандусы и специальные помещения. Вот все это в целом даст изменение образа жизни большинства бичан. Поэтому я голосую двумя руками и поддерживаю этот проект и от лица всех своих избирателей. Кроме того, Ледовый дворец позволит проводить в Бийске масштабные спортивные соревнования. Причем не только регионального, но и всероссийского уровня. Чего сегодня так хотят многие хоккеисты и фигуристы. Сейчас спортивный объект с искусственным льдом – только мечта, которая в ближайшие годы, возможно, станет явью. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Бийск специально для наших новостей. Для занятий.